Приветствую вас, дорогой Владимир. Пожалуйста, назовитесь более полно, чтобы все участники нашей школы, Человек Большего Хомофутурус, вас могли поприветствовать. Меня зовут Серебряков Владимир Леонидович, мне 42 года, я школьный учитель. — Ура! — Ура! — Как раз у меня Калсен, видите? — Вижу. — Да, как раз я вот эту картину бьюсь над ней, бьюсь над ней, но я думаю, сегодня-завтра закончу. Да, и поэтому я весь в таком художественном состоянии. Значит, меня что заинтересовало? То, что вы мне когда написали о том, что вас как раз заинтересовало то, что если это практиковать, то постепенно становится частью характера, и можно в трудных ситуациях легче находить какие-то более комфортные для себя состояния. Ну, просто как-то вспоминается это состояние, и легче разговаривать и с детьми, и вообще с людьми. Вот расскажите мне про это, чтобы все услышали и тоже это понимали. Да, мне есть чем поделиться. Дело в том, что я ежедневно практикую синхрогимнастику, и перед сном делаю шалтай-балтай для того, чтобы успокоиться, расслабиться, приготовиться ко сну. И когда достигаешь вот этого состояния нулевого, спокойствия, безмятежности, вот становится хорошо, я каждый раз задумываюсь, а кроме того, чтобы просто расслабиться, успокоиться, как я в жизни могу еще, да, вот это качество новое, как я могу к нему обращаться, не выделяя специально для этого времени и места. И вот с каждым днем у меня вот это качество новое, способность к этому состоянию прийти, оно улучшается. Я замечаю, что я в течение дня уже могу обратиться, вспомнить его, да, даже не выполняя особо движений там, да, ну иногда. Именно этот момент важный, да. Да, да, иногда делаю, конечно, движения, вот, и несколько дней назад я был в очень уютном месте, думаю, как-то я нервничаю, вот много людей, значит, думаю, неужели мне нужно специально отдельное место, чтобы сейчас вот пойти, успокоиться, думаю, нет, попробуй-ка я здесь. И я так там вспомнил вот это состояние. И естественно, твой испытатель, естественно. Вот я вспомнил это состояние гевитации, и мне стало хорошо, думаю, надо же, среди людей я не нервничаю, мне так хорошо. И приезжаю домой, и, значит, теперь думаю, а в семье как это будет? И смотрю, сын нервничает. Вот у нас был такой момент, связанный с тем, что он хотел поиграть на планшете. Вот, мы ему чуть-чуть дали, а он хотел продолжать играть на планшете, но я ему стал объяснять, что не стоит этого делать много. Он стал нервничать, вслед за ним стал нервничать. Я, знаете, пытался его в чем-то убедить, он стал сильнее напрягаться. Я пыталась его успокоить. В результате начинаю нервничать сам. А потом... В результате начинается, да. Да, да, да. И, знаете, вот эта встреча начинает набираться, набираться, набираться. И, главное, знаете, вот я много раз замечал, чем больше я пытаюсь успокоить его, тем почему-то он сильнее нервничает. Вот, и я тоже сильнее нервничаю. И ни к чему хорошему не приводит. И вот я... Что я вспомнил? Я вчера впервые посмотрел целебный ролик. А, целебный ролик, да. Да, да. И не просто посмотрел. А я всем рекомендую, пусть посмотрят, а то некоторые не видели и не знают об этом. Да, но я не просто его смотрел. Я сел, стал слушать и выполнять то, о чем вы рассказываете, как это делать. И там дыхание, да. Да, там одна минута ключевое дыхание, да. Да, да, да. Когда смотришь, что теплее, вдох или выдох. И так, значит, я сижу, у меня руки на столе. Я думаю, вроде бы успокоился. А нет. Потом волна. И вы самое главное там сказали, что не надо бороться со своим напряжением. Не надо стараться расслабиться. Да, да, да. Это очень важный момент. Да, мне это так понравилось. То есть, как, вот не надо пытаться расслабиться. Просто вот. Не надо расслабляться. Конечно, надо пустить мозги на самотек, переживать, о чем переживается. И делать то, что хочется. Вот самое интересное. Да, да, самое интересное. И я такой сижу, сижу. Значит, дыхание, дыхание. Потом волна. А я до этого волну не делал. Я не знал, что это такое. Ну. Значит, пошла волна. Вот этот представил себе лотос. Потом еще представил. Идет, идет. И знаете, и у меня так вот руки на столе. И у меня даже плечи с руками. Раз так упали. Вот я сначала. И оказывается, я до этого очень напряжен был. Я-то думал, что я расслабился. Ты не замечаешь, что они вот так сидели. Да, да, да. Я-то думал, что я расслабился. И я такой сижу, сижу. И у меня так раз, все упало. Думаю, ничего себе. И дальше, значит. И вот это состояние безмятежности. А это, опять же, вечером делал. Как мне стало хорошо. Значит, вообще проблемы ушли. Как-то вот. Ну, вы посмотрели. И теперь, когда вы с сыном. Теперь вот я, когда с сыном, значит. Я с ним, у меня набирается, набирается, набирается. Ты вспомнил этот момент? Да, да. Я что-то думаю, что-то я делаю не так. И я вспоминаю. Вот Хасай Магаймедович сказал. Не надо бороться вот с этим напряжением. Не надо пытаться успокоить его себя. Я так вспоминаю. У меня так тоже раз так плечи опускаются. Я так встаю. И я думаю, совсем по-другому. Вот я говорю, сынок, вот понимаешь? Он на меня смотрит. И говорит, мне нужно только, чтобы ты меня выслушал. Понимаешь? Я говорю, хорошо. Давай, я не буду тебя пытаться успокоить. Я просто послушаю, что ты говоришь. Конечно, ему же хочется выпустить пар. Да. И он. И его столкновение. Ну, конечно. Да. Он всего лишь пару слов сказал. И все. И мы с ним стоим, друг на друга смотрим. И я думаю, и все. И он на меня смотрит. И мы пошли по делам. Правда же? Ну, конечно. Вот я... Скажу одну вещь. Можно, да, Володя? Да, да, да. Извиняюсь. Я извиняюсь. Просто по ходу, чтобы я не забыл. Во-первых, почему иногда даже муж, жена начинают ссориться. И не могут остановиться, хотя знают. А просто инстинктивно они уровень напряжения поднимают. Поднимают до пика. Потом это сбрасывается. Ну, поэтому говорят, милые ругаются, только тешатся. Потом обнимаются, извиняются. Ну, короче говоря, до коленя, когда дойдет напряжение. Потом идет сброс автоматический. Ну, можно же это делать не так вот, чтобы до пика доводить. А можно именно по ходу напряжения просто вспомнить это благотворное состояние умиротворения. Вот это вот безмятежное состояние. А это можно вспомнить легко, если его заякорить. Вот когда делаешь несколько раз там синхрогимнастику или там выберешь себе те приемы, которые тебе больше нравятся. И когда ты вышел на состояние безмятежности. Ну, вот, например, у нас есть упражнение кулачок. Там супер такое упражнение. Ну, вот так, жал кулак, допустим, да. И представил себе, что когда у тебя будут какие-то проблемные ситуации, они же напрягают. И ты вот тогда в тот момент сожмешь кулак и сразу вспомнишь, как ты в этой безмятежности вот здесь находишься. Как ты там такой освобожденный, раскрепощенный. То есть в условиях напряжения там ты сохраняешь внутренний баланс. Это парадоксальный прием. Вы смотрели уже кулачок там, суперкулачок? Да, 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 да. Это заякорит. Поэтому, когда в следующий раз кто-либо, я для всех сейчас говорю, кто этого не знает, может посмотреть там суперкулачок. Это так просто. Но на самом деле люди, когда они находятся в состоянии раздражения, в состоянии... Ну, у меня у самого так бывает, что я иногда забываю. Потому что настолько ты раздраженный, хочешь сказать, хочешь там выругаться, поругать кого-то там. Ну, такой раздраженный. Ну, бывает, когда человек не то спал там или еще что-то такое. Вдруг ему звонки какие-то постоянно, да, случайно они туда попали. Да, извините. Ну, да и вот перебивает сон, например. Ну, мало ли что бывает. И человек раздражается. Я просто разные примеры привожу, чтобы понятно было. Пар надо выпустить. Пар надо выпустить, потому что кто его накапливает, все равно он когда-то сработает. Ну, допустим, начальник на подчиненном. У подчиненного напряжение растет. Вот он не может на начальника выплеснуться, поэтому приходит на детей и выплескивается. Вот беда какая. Поэтому ему надо домой прийти и несколько раз поделать. Бой с тенью у спортсменов есть. У себя в комнате нет никаких там оборудования, ничего для этого. Просто бой с тенью, да, или шалтай-болтай, или плавательное движение. Ну, то, что ему подходит. Вот перебирать и подобрать максимально комфортное действие. И вышел на это состояние безмятежности, заекорил его. И поэтому потом, когда попадаешь в эту же самую ситуацию, или с начальником, или с соседом, или там на работе с кем-то, когда напряжение растет, сразу вспомнил. Кулачок сжал, легче вспомнить. А потом уже и без кулачка. Ну, по-разному можно делать. Просто надо это интересоваться и практиковать. Самое интересное можно для решения нерешаемых задач использовать. Вот есть какие-то задачи нерешаемые. Ну, допустим, я вот хочу картину дорисовать, и никак не получается. Потому что краски у меня не те сейчас. Мне те нужны, а их нету. И вот думаю, что делать. Ну, я вчера ходил-ходил туда-сюда кругами. Потому что когда человек нервничает, он ходит туда-сюда по комнате, ногой качает. Ну, это чтобы все понимали. Да, я думаю, как же быть. Ну, а потом раз, кулачок сжал, посидел потом, думаю, ох, слушай. И вспомнил Тесла. Тесла вспомнил. Вот ассоциация пришла. О том, что он говорил, самое главное – это воображение. Чтобы воображение было свободное. Потому что это самое сложное. Потому что у нас столько штампов, столько шаблонов и стереотипов. Мы не позволяем себе изобретать. Да. И я нашел краски, которые давно у меня были. Давно. Я их давно собирался уже выкинуть. Из них немножечко разбавил. И вот сегодня начал немножко коричневое добавлять. И я уже знаю, что я сейчас буду делать. Таким образом получается решаемость нерешаемых вопросов. По существу изобретательства. То есть, поэтому, когда возникает раздражение, надо сразу вспомнить, какие у тебя предстоят нерешенные вопросы. Их даже можно себе запланировать. И вот в момент такого пикового напряжения вспомнил эти вопросы. И энергия напряжения, как в Айкидо, перешла туда, на их решение. И потом, когда ты им занимаешься, будь то писать стихи или защищать диссертацию, неважно. Там уже ты чувствуешь себя увереннее. Может, так работает? Ну, извините, извините. Нет, есть к чему стремиться. Мне это тоже интересно. Я ведь только первые шаги делаю. Я ведь совсем недавно только вообще со всем этим встретился. И книжку прочитал, и видео смотрел. Так что там впереди... Вы что-то самое читали предыдущую или последнюю? Да, я читал... Да, да. Я читал... Так, а нет, это я купил. Это я купил, но еще не успел прочитать. А здесь как раз-таки есть новые приемы. Здесь как раз-таки белые стороны, черные дыры страха. Это когда вот мы сейчас говорили о раздражении, об агрессии. А на самом деле, когда страх возникает, тоже можно его, эту энергию, перекидывать на решение нерешаемых вопросов. Как стресс-трамплин. Это очень интересно. Это очень интересно. Когда будет, я поделюсь. Я хочу вот главное сказать, что и вы это заметили, что не нужно с собой бороться. А достаточно просто подобрать для себя те действия, которые синхронны с текущим состоянием, и моментально происходит сброс лишнего напряжения. Вот в этом все дело. Если любого человека попросить вспомнить, при каких физкультурных движениях или танцевальных движениях, вообще при каких движениях, вдруг он чувствовал какое-то облегчение, он может вспомнить. Что он там или мяч закидывал в какой-то момент, как-то легко себя почувствовал, или холохоп крутил. Но где-то он вспомнит, оказывается, это вот была синхронизация. То есть он делал действия синхронные со своим состоянием, и сразу стало легко. Ну вот надо, чтобы люди научались находить эти действия, которые синхронны их состоянию, а не преодолевать себя, мучиться там и так далее. Искусственно зачем расслабляться, когда можно развиваться? И интуиция развивается от каждого опыта. Ну и результаты хорошие. Сын в последнее время все чаще говорит, папа, ты какой-то необычно добрый. Я могу одну вещь сказать. Дело в том, что практически все, вот метод Сильва, например, он же тоже с ребенком занимался. Сильва. По-моему, Сильва, да. Он ему сказал перед экзаменами или на занятиях в школе, а тот стал потом отличником. Он ему сказал, ты когда на уроке сидишь, тебе трудно что-то запомнить, ты вот так потирай пальчик. То есть по существу ничего не было сделано. По существу просто он предложил в момент неопределенности, чтобы ребенок имел какую-то точку опоры, чтобы он просто совершал какое-то некое маленькое повторяемое действие. Ну вот некоторые талисман носят там, некоторые еще что-то делают там. Но вот это же то же самое. Талисман до чего? Точка опоры в условиях неопределенности. Уже легче. Уже легче. Потому что неизвестность, и тут противопоставляется известность. Баланс какой-то. Ну а тут, когда мы ключом, то, конечно, это супер, конечно. А вопросы какие-нибудь накапливаются? Ну, вопросы. Ну вот видите, то, что я вам рассказал, это сегодня только у меня произошло. Буквально несколько часов назад. В следующий раз, как будет интересно и будет желание, мы еще поговорим. Хорошо, с удовольствием. Я вам очень благодарен, потому что я как раз сегодня собирался папам, мамам всем помогать. Тем, чтобы как же сбрасывать лишнее напряжение, которое накапливается. И как раз вы помогли. А вы на то и есть школьный учитель. Спасибо большое. Вам большое спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Сейчас я посмотрю, где тут это самое. Да, вот так. Так.